Краснофлотский мост самый молодой в Архангельске и самый протяженный, длина свыше 5 километров. Маршрут водителя такси Владимира Иванова часто пролегает именно здесь. О том, что мост теперь не городская, а федеральная собственность, он узнал от нашей съемочной группы. Но сразу отметил, уборка дороги этой зимой стала лучше. Если сравнивать с прошлыми годами, то мне кажется лучше. В принципе, неплохо, проехать можно. Все потому, что за содержание дороги теперь отвечает Росавтодор, Росавтодор, в ведении которого перешел Краснофлотский мост, а также дорога на аэропорт Архангельск. Большая часть окружного шоссе теперь тоже часть федеральной дороги. В федеральную собственность перешло и несколько участков окружного шоссе. Если раньше здесь проводился только ямочный ремонт, то теперь трасса в ожидании реконструкции. Причем обновиться должно не только автополотно. Над железнодорожными переездами, а их здесь три, должны появиться путепроводы. Таким образом, транспортные потоки не будут пересекаться, а пропускная способность объездной дороги должна будет увеличиться. Получать средства на ремонт из федерального бюджета начнут уже в этом году. Деньги, которые муниципалитеты, областное правительство ранее выделяли на эту трассу, пойдут на ремонт других дорожных объектов. В частности, в 2016 году было принято из муниципальных и из местных дорог порядка 72 километров в областную собственность. Соответственно, эти дороги будут, на сэкономленные деньги от федерации, будут приведены в лучшее состояние. Вот тут прямая такая выгода. Экономию областной бюджет получат и от передачи в федеральную собственность дороги Брин-Наволок-Плесецк-Карго-Полевытигра. Это должно произойти с 1 января 2018 года. Необходимый пакет документов для этого готовится, а работы по реконструкции в этом году продолжатся. Мы заканчиваем в 2017 году незавершенный объект Войбара-124. Требуется порядка 300 миллионов рублей. Мы также планируем этот объект закончить за счет федеральных трансфертов. И, собственно, передаем дорогу в том виде, в котором она есть. То есть с теми проектами, которые у нас уже есть на два остальных объекта. Спланирован ремонт дорог и в поморской столице. Кстати, на этой неделе стало известно, что в Архангельске продолжат ремонтировать внутридворовые и внутриквартальные проезды. Последние три года эти работы не финансировались совсем. В бюджете Архангельска 2017 на обновление проездов и тротуаров заложено около 60 миллионов рублей. Планы подготовлены, то есть тех дорог, тех внутриквартальных и дворовых проездов, которые мы хотим сделать. Мы разбили все мероприятия по территориальным округам. То есть по каждому из восьми территориальных округов будут проведены ремонты внутриквартальных и внутридворовых проездов. В первую очередь уделено внимание социально значимым объектам. Всего же в бюджете областного центра на ремонт дорог предусмотрено 110 миллионов рублей. Ждет Архангельское дополнительного финансирования из региональной и федеральной казны. Если все пойдет по плану, будут отремонтированы сразу несколько проблемных участков города. Проспект Новгородский, улицы Дзержинского и Советская, Никитова, Комсомольская, где ремонт дорожного полотна не проводился уже много лет. Артемий Заварзин, Ирина Ившина, Денис Линчевский, Виктор Коноплев. 7 дней в регионе.